Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня я хочу рассказать вам об аромате от Pink Haligons. И это бессердечная Helen. И эту бессердечную Helen я тоже выиграла в игру Pink Haligons. Посмотрите, какая красивая коробка. Вообще у них эти коробки, они просто нереально шикарные. Очень-очень красивая, красивая штука. Оформление просто удивительное. Смотрите, вот здесь интересный очень цвет. А сама Helen у меня здесь стоит передо мной. У меня есть аромат наглый кузен Мэтью. Я вставлю ссылку на этого наглого кузена Мэтью здесь внизу. Я его тоже выиграла на сайте Pink Haligons. И что же это за игра Pink Haligons, ребята? Сначала подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Давайте будем обсуждать эти ароматы, портретную серию. Давайте будем обсуждать любые другие ароматы Pink Haligons. Всякие другие игры, которые иногда бывают на сайтах. Можно выиграть. Можно, можно. Очень часто много всего выиграть. Итак, что же это за игра? Кстати, в подобные игры играют не только Pink Haligons, еще и Джо Малон тоже. И на их сайте я там тоже кое-что выигрывала. Но просто потом мне обналичила этот подарок, потому что я хотела выиграть другое. У меня был другой приз, который меня не устроил. К этому можно относиться по-разному. Но дело в том, что этот приз не дается просто так. Вы его действительно должны выиграть там, делая какие-либо там вещи. То ли переворачивая карты, запоминая карты. То ли вы управляете виртуальным маленьким гномиком, который бегает с корзинкой и ловит туда исключительно цветы. Потому что если вы словите галлюциногенный гриб, то вы проиграете. И вы выигрываете на основе того, сколько вы цветочков словили, сколько вы карт запомнили, перевернули. Вы выигрываете какой-то приз. И вы должны на какую-то определенную сумму сделать заказ, чтобы потом этот приз вам упал в корзину бесплатно. Так вот, что бы вы ни выиграли, даже если вы выиграете самый-самый первый приз, самый мелкий приз, сумма, на которую вы должны сделать заказ, она всегда одинаковая. Поэтому я подумала, уж если мне делать заказ, я хочу приз получше. Но почему нет, ребята, почему нет? Так вот, именно из-за этого в Джо Малон я и не обналичила приз. Хотя я выигрывала приз, аромат, но я его выиграла, мне нужно было потом зарегистрироваться. И при регистрации, к сожалению, он у меня из моей корзины ушел. В общем, а потом я его больше не выиграла. Так вот, была игра в этот раз, я о ней писала в инстаграме. Кто поиграл, кто что-нибудь выиграл, напишите мне. Нужно было бы в этот раз по транспортерной такой ленте шли всякие конфетки, нужно было искать конфеты. Так вот, вот, я выиграла, я невероятно довольна. Поэтому не относитесь ко всем этим играм как-то вот с опаской, потому что действительно призы можно выиграть еще и какие. Итак, что у нас есть в этой бессердечной Хелен? Мандарин, туберозы и древесные ноты. Знаете, мне почему-то кажется, что нот здесь гораздо больше. Просто вот как-то всего лишь по три ноты написано в этих портретных ароматах. На самом деле портретные ароматы это самые дорогие ароматы, которые у них есть, но они очень красивые. Посмотрите, какая красота, какая же красота. Кстати, и этот кузен Мэсси у меня тоже птица. Может быть, как-нибудь получится добавить в коллекцию еще одно животное. Животное, животное на этот раз, а не птицу. Ладно, давайте начинать обозревать этот аромат. Мне понравился этот аромат, очень понравился. Я люблю бело-цветочный аромат, вы знаете, кто меня смотрит давно, вы это знаете 100%. Я наконец-то поняла, очень часто люди говорят, кремовая тубероза, молочная тубероза, кремовость, кремовость, лактонность. И вот в этом аромате я наконец-то поняла, что люди имеют в виду, потому что у меня есть всякие разные туберозы, всякие. Но вот именно кремовости там может не быть. По крайней мере, для моего носа особой кремовости там нет. Да, красивые туберозы, но нет вот этой вот кремовости здесь есть. Но что мне в этом аромате, не могу сказать, не понравилось, настораживает. И я думаю, что настораживает не только меня. Для меня, к счастью, в этом аромате этого нет. Но этот аромат очень легко спутать с чистящим средством для унитаза. Уж простите меня, простите, люди, но на самом деле. Вот кремовость, да, но также какая-то такая вот ершистость, колючесть в этом аромате есть. Какая-то такая, знаете, цитрусовая колючесть. И обычно вот такие вот колючие цитрусы, но обычно лимон, здесь мандарин, обычно лимон, могут транслироваться как жидкость для ухода за унитазом, либо за чисткой в ванной, душа или плиты. Так вот, здесь вот такое вот. Но, к счастью, для меня это не пахнет чистящим средством. Не пахнет. Но я понимаю тех людей, кому это может показаться. Я их не осуждаю абсолютно, потому что думаю, да, думаю, да. Но давайте уже отвлечёмся от этого. Очень красивая тубероза, яркая животная тубероза. Я почему думаю, что здесь не все ноты, потому что он не может так вот, прям так вот, так вот с ног сбивать всего лишь три ноты. Могут. Иногда есть моноароматы такие, что просто пробивает и пронимает до мурашек. Здесь всё-таки, мне кажется, композиция довольно ещё более яркая, ещё более обширная. Просто нам показали всего лишь три ноты. Вот здесь для меня это мало того, что это крымовая тубероза, так она ещё и животная тубероза. Мне она такой кажется. Тубероза совершенно не для нелюбителей туберозы. Есть туберозы для нелюбителей белых цветов. Ну, вот как бы нужно купить белый цветочный аромат, и там есть тубероза, и вы думаете, ах, ладно, что же она мне сделает. То вот этот аромат, нет, нет, его нужно тестировать. Если с кузеном Мэтью, нужно его, кстати, взять было, потому что я бы вам их вместе показала, но я думаю, что я сделаю красивую фото для инстаграма, и оба покажу прям рядышком. Так вот, если кузен Мэтью, он более нейтральный, цитрусовый, по-моему, он даже мужской, но я его ношу с большим, огромным удовольствием, он нейтральный, цитрусовый, лёгкий, прозрачный даже местами, то вот это нет, это сила, это напор, это цунами, туберозный цунами. Если вы помните, я тоже на юлинкну внизу, у меня был и есть, собственно, наборчик от Zara. Zara и коллаборация с Джо Маловым. И там есть вот туберозный аромат, тубероза чёрная, по-моему. Так вот, там я рассказывала, что тубероза со сковородкой. Такое ощущение, что тубероза идёт и сковородка в сковородку вот так вот бахает. И что это ужасный, ужасный громкий звук, что это настолько это всё громко, настолько это всё слышно на всю округу. То здесь, здесь не сковородки, здесь, ребята, что-то похуже. Здесь тарелки вот эти, которыми, как они, в общем, ударные инструменты, которые в оркестре. Вот, вот это. Здесь вот это. Очень яркая тубероза. Не, я говорю, не для любителей туберозы, не для того, чтобы как-то возвысить любителей туберозы, что вот мы понимаем, а вы не любителя не понимаете. Это для, это для блага тех людей, кому не нравится тубероза. Потому что от этого аромата может разболеться голова очень сильно. Это вот, мне бы, например, очень понравилось, если бы люди, которые рассказывают об ароматах, например, предупреждали. Это не для любителей, например, аромашки. Потому что аромашка очень яркая. А аромашка, кстати, она такая, знаете, безобидная. Я аромашка, я аромашка. Там такая вся нежная, красивая. Но аромашка бывает иногда такая, что слёзы из глаз. Так вот здесь тубероза очень, очень яркая. Поэтому осторожно с ней, осторожно. Я абсолютно не рекомендую покупать этот аромат без затеста. Мне повезло. Я люблю белые цветы. Поэтому для меня этот аромат, это просто удача. Потому что я люблю этот аромат. Я люблю в нём ходить. Кстати, посмотрите, я его тестирую, я его ношу. Но как-то он очень как-то так медленно-медленно он у меня уходит. Это хорошо. Пшики здесь, знаете, очень даже хорошо распшикивается. Очень много в одном пшике ароматов. Что мне нравится. Красивая вещь. Древесных нот я здесь практически не слышу. Я здесь слышу цитрусовость и вот эту вот все поглощающую туберозу. Белую, белую, токсичную, очень-очень яркую, заполняющую собой всё пространство. Поэтому учтите это. Не берите этот аромат без затеста, ребят. У Пенхалигонс есть наборы. Есть наборы, в которых есть мини-версии, либо же в которых есть целые 10 пробников. Я линкнула вот это вот видео о Пенхалигонс Кузене. И там я показывала, что же я купила для того, чтобы получить себе этот аромат. Что я купила для того, чтобы получить этот аромат. Одна из покупок это вот эта вот вещь. А остальные покупки я покажу в купе покупок на Чёрную пятницу. Потому что там ещё кое-что есть у меня от Пенхалигонс. Так что аромат очень классный, очень интересный. Бессердечная Хелен. Мне кажется, замечательное название. Бессердечная тубероза нужно было бы назвать её. Потому что я вас уверяю, что она всё-таки даст, откроет глаза даже любителям этого цветка. Даже любителям подобных ароматов. Потому что мы все привыкли, что белые цветы, они бывают очень нежненькие, очень мягко обыгранные. Особенно если это касается классической люксовой парфюмерии. Там, как мне кажется, всегда всё должно быть умеренно, сбалансировано. Умеренно, чтобы просто не запугать, не отпугнуть клиентов. А нишевым домам им абсолютно всё равно, что... Ну, им, конечно же, тоже нужно продать. Но когда речь идёт о вот таких вот шедеврах... И мне кажется, что флакон здесь абсолютный шедевр. Вот, ребята. Вот, кстати, все флаконы, они все очень-очень красивые. То им, в принципе, не так важно, что люди, большинство будет думать об этих ароматах. Всё равно покупатель, всё равно любитель найдётся. И уж если он найдётся, то я вас уверяю, вот как я. И я в восторге от этого аромата. Кузен Мэтью, мне он нравится очень. Я люблю подобного рода ароматы. Но теперь Кузен Мэтью у меня на втором плане очень где-то далеко, на горизонте маячат. И иногда так ходят и смотрят на меня укоризненно. Потому что вот это теперь мой первый, номер один портрет. До того времени, как у меня ещё один не появится. Не знаю, может быть ещё. Может быть, что-нибудь выиграю. Может быть, что-нибудь подарю. Посмотрим. Вот. Я в восторге. Я довольна. Я довольна ароматом. Я довольна тем, что именно этот аромат мне попался. Потому что, конечно же, я смотрела, какие же у них там есть ароматы. Этот аромат, он был одним из тех ароматов, которые изначально я для себя приметила. Ещё там было парочку ароматов. Вот Бессердечная Хелен и Кузен Мэтью, это вот те два аромата, по-моему, из четырёх, которые я себе приметила. И так вот получилось, что именно их я и выиграла. Я очень рада. Я надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной, ребята. Потому что мне действительно очень-очень-очень приятно. И это замечательный, замечательный аромат, украшение любой коллекции. Особенно, если вы коллекционируете, и особенно, если вы выставляете ароматы на всеобщее обозрение, то выставить это очень красиво. Очень. Прям так глаз туда прям падает. Вот, поэтому, ах, какая же она. Красивая, кремовая, громкая, животнейшая тубероза. Всё, что надо. Если вы тот человек, который не особенно любит покупать по брендам, не особенно любит покупать по ценовым категориям, а любит покупать ароматы по нотам, если вы ищете, ну, если у вас уже есть туберозы, то, если вы ищете туберозу такую вах, такую ух, такую не такую, как все, сногсшибательную, сногсшибающую, вот, вот, я думаю, что в этом аромате вы её нашли. Ну, точнее, я уверена, что вы её нашли. Если для многих туберозы, например, как в Мадонне, в аромате Truth Odair, кажется, тубероза там очень громкая, да, ребята, вам, то вам не сносить головы, если вы почувствуете вот это, потому что здесь напор. Здесь уже с одного пшика напор. Там с Мадонны, например, я абсолютно спокойно пшикую и 8 пшиков, 10 пшиков. Здесь с одного такой напор, что просто... Вот, на этом всё. Я желаю вам прекрасного дня, замечательного настроения. Я жду ваших комментариев, как вам этот аромат, тестировали ли вы его, какие ароматы от... Из этой серии вы любите? Может, у вас что-то есть? Расскажите. Играли ли вы? Играли ли вы или нет? Я... Я же и поделилась для того, чтобы кто-то сыграл. Может быть, вы бы тоже что-то выиграли. Кстати, по подарке там... Ну, призы были неплохие там. Самый первый приз, это была маленькая свечка, 35 грамм. Потом второй приз, это был два небольших аромата. По-моему, это было Луна и Халфити. Два аромата по 10 миллилитров. И третий приз, это было... Это было спрей для волос, парфюм для волос. И вот четвертый приз, это полноразмерный аромат. Портретный. На этом все. Пока!